И снова здравствуйте, мы продолжаем прямые эфиры на Укрл.ФТВ и здорово, просто здорово, что наконец-то мы заполучили в студию Виталия Портникова. Виталий, здравствуйте. Добрый день. А повод-то какой еще чудесный, вдруг совершенно попал вот под ваш визит к нам в студию. Это что же? Вот 75% теперь на украинском телевидении будет на украинском языке. То есть вы сейчас 25% собственно олицетворяете собой? Ну, наверное, да, ну что ж поделаешь. Виталий, ну вот вы мне скажите, как вы относитесь на самом деле к введению этих квот? Ну и на самом деле дело же не только в квотах сейчас, не только о них ведь речь идет. Просто мы знаем, что там были запрещены мейл-ру, одноклассники, ВКонтакте, многие там... Я бы вообще это не объединял одно с другим, потому что есть ситуация, связанная с тем, как мы стараемся добиться определенных стандартов безопасности в нашем общении с пространством страны-агрессора. И есть ситуация, когда мы стараемся добиться возвращения украинского языка к той роли, которую он должен играть в нашем государстве. То есть по большому счету мы говорим о, условно говоря, позитивной дискриминации. Понятно, что многие скажут, что маятник качнулся слишком сильно в другую сторону, но я хотел бы напомнить, что он качнулся в другую сторону после того, как он в сторону русификации ушел так далеко, как это можно было себе только представить. Я хочу вам напомнить, что мы с вами выросли в стране, где все украиноязычное, оно беспощадно, по сути, преследовалось, уничтожалось, вытравливалось. Последним моим таким впечатлением, таким триумфом этой русификацией была Олимпиада 1980 года, когда под предлогом того, что в украинскую столицу приедут туристы из разных стран мира, в нашем метрополитене перестали даже остановки объявлять на украинском языке, а перешли на русский. А когда Олимпиада закончилась, и туристы из разных стран мира, которые все, конечно, как и один были русскоязычные, разъехались с того футбольного турнира, который проводился в рамках Олимпийских игр в Киеве, то метро уже к украинскому языку не вернулось. Это произошло только в конце 80-х, в начале 90-х годов, уже во время перестройки. Таких примеров я могу привести огромное количество. И еще очень важно говорить о том, что то, что на украинском языке тогда вообще говорилось, писалось, представлялось, очень часто было украинским по форме, но не украинским по содержанию. И вот нам это все необходимо сейчас возвратить. Поэтому для меня тоже очень важно, чтобы эти 75% украинского языка на телевидении, на радио, я надеюсь, тоже, чтобы они были качественными. Чтобы это не была пропаганда шовинизма на украинском языке, чтобы это не была пропаганда имперских ценностей на украинском языке, чтобы украинский язык был языком качественного контента. Это касается и медиа, и культуры, и истории, и политики, и науки, и всего того, что этот язык может, собственно, дать своему потребителю. Я хотел бы напомнить, что даже в советские времена на украинском языке была издана украинская советская энциклопедия большая, которая, в общем, по своему научному опыту и по своему потенциалу, даже если говорить о советских лекалах, не уступала большой советской энциклопедии. Ее главным редактором был Макола Бажан, выдающийся украинский поэт и литературовед. Я хотел бы напомнить, что вышла тогда под редакцией академика Глушкова академия энциклопедии кибернетики на украинском языке. То есть украинский язык уже тогда, несмотря на то, что его пытались загнать в такое фольклорное ложе, выполнял все функции развитого европейского языка. И нам просто нужно стремиться к тому, чтобы этот язык действительно стал языком общения для тех, кто на нем и так разговаривал всегда. Ведь по большому счету мы с вами все относимся к очень условно к русскоязычным поколениям. Вы меня спросите, а вы на каком языке разговариваете? На каком языке вы разговариваете семье? Я вам не буду говорить, что я говорю по-украински, но я вам скажу так. Я первое поколение людей, которые первые слова и слова сказали по-русски. Потому что моя мама, она еще хорошо понимала идиш. Мои бабушки, они начали разговаривать именно на этом языке. И вся остальная ветвь моих семей со всех сторон, это были люди, для которых все-таки родным языком был идиш. И которые жили в окружении украинского языкового моря, если они жили в небольших городах и селах. И так со всеми евреями Украины, которые здесь когда-либо проживали, возможно, за исключением тех небольших групп еврейского населения, которые были купцами первой гильдии, поэтому имели право жить где-нибудь в верхнем городе в Киеве. Это уже был русскоязычный город. А непонятно, что они говорили по-русски. Но то же самое может сказать себе любой человек украинского происхождения. Он может быть русскоязычным сам по себе, но его родители, его бабушки, его дедушки, они все говорили на украинском языке. Потому что здесь мы знаем, что около 75-80% населения было сельским 100 лет назад. Это, собственно, вот и есть бабушки и дедушки. Мои там бабушки и дедушки. Они родились там как раз, когда был Октябрьский переворот, когда была февральская революция, вот в эти годы. Первая мировая война, Октябрьская. И таким образом здесь все население в этой стране наше разговаривало на этих землях украинских. И не только на украинских, на большом количестве земель, которые потом перешли в состав Российской Федерации. Там Курская область, Брянская область, Краснодарский край. Они говорили на украинском языке, на польском, на идиш. Русский язык был, если хотите, языком нескольких больших городов. На нем говорила знать. Часть интеллигенции не очень большая в Киеве. На нем говорила часть переселенцев и рабочего класса Екатеринослава. Те, что не говорили по и на идиш. И на нем, на его своеобразной фольклорной форме, говорила часть населения Одессы. Но понятно, что это был никакой не русский язык, а это был микс русского языка с идиш и вкраплениями из румынского и украинского. Вот те самые яркие примеры для меня, кстати говоря, тут всегда был. Это великий русский писатель Корней Иванович Чуковский, внебрачный сын еврейского купца, который говорил на идиш в семье, и украинской прачке, которая пела ему украинские песни, ничья комиссична, допустим. И поэтому Корней Иванович мог наизусть читать Шевченко в старости. А наставником Корнея Ивановича Чуковского, который ввел его в литературу, был действительно выдающийся русский писатель, русскоязычный, Владимир Жаботинский, который потом всю свою оставшуюся жизнь, в общем, писал на иврите, когда уехал из Российской империи и стал одним из идеологов сионизма. Я вам не скажу про всю Одессу. Одесса очень велика, но этих примеров достаточно, чтобы понять истинную роль русского языка в украинских условиях. Хотя это не исключает того, что здесь всегда была русская интеллигенция из кругов, которые вышли Михаил Булгаков или Анна Ахматова, что здесь была польская интеллигенция из кругов, которые вышел Джозеф Конрад, потом великий англоязычный писатель из кругов такой польской рафинированной интеллигенции. Были и другие люди, которые родились в польском Бердичеве, были люди, которые родились в еврейском Бердичеве, были люди, которые родились в украинском Бердичеве и русском Бердичеве. Нет просто. Может быть, представителем русского Бердичева мог бы быть Анна Ребальзак, если бы он вовремя выучил русский язык. Это единственная такая фигура. И понятно, что в этом смысле, как в любой империи, всегда были представители имперской культуры, имперского языка на колонизируемых землях, потому что это были, по сути, колонизируемые земли. Но с таким же успехом можно сказать, что вот причислить к римской культуре те территории, на которых скончался Публиавидиназон, где он написал свои вообще лучшие легии, чем Публиавидиназон, в этом смысле в меньшей степени украинский или молдавский поэт, чем Анна Ахматова или Леонид Вашеславский или Николай Ушаков. Только то, что он сюда приехал уже зрелым и молодым человеком, а они здесь родились и отсюда уехали. Ну, то есть, понимаете, это все-таки, это естественная вещекультурная интерполяция. Мы говорим о языке народа, о языке, о языке населения. Население, в домах которого, в хатах, у большинства лежали не Элеги, а Публиавидиназон, которые потом были блестяще переведены уже в наше время Андреем Садоморой. И не том, не четкий Анны Ахматовой, прекрасный сборник, который я очень люблю, а капсальт Тараса Шевченко. Ну, так получилось, к сожалению, четкие они лежат в петербургских квартирах, их открывали воздушные девушки по ночам, когда не было в контактах, им нельзя было ширяться. Вот. А здесь вот так, вот так был Шевченко, да, была вот такая вот народная тяга к своему слову. Ну, вот вы мне как взирете украинской журналистики, скажите, что больше всего разделяет людей любой страны? Такие вот, вам кажется, глобальные вещи, которые по-настоящему могут в определенный момент разделять людей. Что? Людей любой страны разделяет отношение к ценности. Например? Как это нам? Ну, это очень просто объяснить. Из-за чего вообще происходят в любых странах гражданские войны? Почему мы сбежали гражданской войны, например? А вот, допустим, Франция ее после Великой Французской революции не избежала. Да. Ну, почему? Потому что есть всегда противоречия между двумя основополагающими вещами. Между прошлым и будущим. И между авторитаризмом и демократией. Это главное, что разделяет людей. Не вопрос, сколько у них будет добра. Потому что всем хочется жить богато. Люди видят разные пути к этому богатству. Вот я вам хочу напомнить, что гражданская война во Франции после Великой Французской революции, это была война между теми, кто хотел свободы, равенства и братства, и теми, кто считал, что необходимо сохранить монархию. Что монарх является гарантом стабильности и успеха государства. Ван Дея, она была под этим лозунгом. Но я вам скажу и другое. Те люди, которые хотели свободы, равенства и братства, они были готовы к полной уравниловке своих граждан, не думая о их вообще каких-то естественных человеческих потребностях помимо этого. И не думая о том, что сделала монархия с их собственными соотечественниками. Потому что основными, допустим, отрядами крестьян, которые боролись в андейских отрядах, которые сами были вот таким вот, я бы сказал, живительным таким источником сопротивления, были бретонские крестьяне, которых столетиями лишали родного языка, собственной культуры, собственного представления о мире. И они никак не могли понять, почему эта новая республиканская власть, которая выступает за свободу, равенства и братства, выступает за свободу, равенства и братства только для тех, кто будет говорить по-французски. Почему она хочет ликвидировать регион? И это было тоже очень важным моментом, который предопределил это противостояние во Франции на долгие годы. Возможно, оно закончилось, потому что страна была перемолота во время наполеоновских войн и так полностью уже гомогенизирована. Но, тем не менее, это тоже важный вопрос, о котором нужно помнить. Или гражданская война в России. К счастью, у нас ее на территории не было, по большому счету. У нас была скорее национальная революция, которая была уничтожена большевиками. Но в самой России это была война между авторитаризмом большевиков, теми, кто хотел демократии в России, это были не совсем многочисленные, конечно, люди, и теми, кто хотел восстановления старого порядка. Вот что такое красные и белые? Это два взгляда на будущее страны. Причем, на самом деле, взгляд-то совпадал. Когда многие белые увидели, что красные такие же империалисты, как и они, просто, чтобы восстановить империю легче под красными знаменами, то они потянулись в их армии и, в общем, предопределили судьбу своего государства на столетие вперед. Потому что оказалось, что для них важна не Россия и не судьба русского народа, а империя. И, естественно, в этой связи те, кто выступал за демократию, за парламентскую республику и так далее, они безнадежно проигрывали теми другим, потому что в этой демократии парламентской республики не было места империи, всевластью одной группы лиц. Пусть даже национальной группы или религиозной группы, неважно, и классовой группы, какая разница. Вы знаете, что на сессии, на том единственном сессии учредительного собрания, которое было в Петрограде, и было потом разогнано большевиками, и потом была расстреляна рабочая демонстрация в его защиту, там выступал депутат одной из украинских партий на этой сессии, и он выступал на украинском языке, под аплодисменты собравшихся. Вот это было такое учредительное собрание. Как вы понимаете, не белые генерала Деникина, не красные Ленина и Сталина не могли допустить такой, я бы сказал, самостийности, как они говорили, в органе, который будет определять будущее российского государства. Ну вот вам ее ответы на простые вопросы. А тогда можно дальше? Вот вы даже сейчас мне сказали, я записала язык, культура, а вот я бы еще добавила религия, да? Вот она тоже бывает очень часто важна. Бывает, когда люди верят на самом деле, а не когда ее используют как жопиум. Так вот, вот Виталий, на самом деле, это сейчас так вот, может быть, примитивно достаточно, но все-таки подвожу к вопросу о том, что за последний месяц, да, мы очень активно заговорили о трех очень важных вещах для части нашей страны. Вот я сразу хочу сказать, что у меня нет никаких там, не было меня ни ВКонтакте, ни там в Одноклассниках и так далее, да? Но тем не менее, да, вот смотрите, вот для части людей, живущих в этой стране, для миллионов, вот это было элементом культуры. Мы можем ее принимать, не принимать, она может быть, как угодно можем о ней говорить, но вот ВКонтакте, там Одноклассники, это была сфера общения, это была часть их жизни, это было важно. Я думаю, что это не так. Ну вот я сейчас скажу, а вы дальше, да, может быть, все там набросаю, а вы тогда будете. Теперь второй момент. Вдруг в это же время мы начинаем говорить, начинаем говорить там о законах от церкви, да, и тут разные варианты тоже возникают, тоже вопрос, да, это что? И затем мы говорим о языке, да, вот сразу же, сразу же. И вот создаётся такое впечатление, что за один месяц мы как-то очень, если хотите, в компрессии затронули три важные для Украины вопроса. Я не объединял эти вопросы все вместе, но я бы хотел вам напомнить то, что я вам говорю постоянно, что вообще исторические процессы, это в том числе процесс развода Украины с бывшей и бывшей метрополией, они вообще сейчас двигаются гораздо быстрее, чем можно себе представить. И тут всё очень просто, что либо мы сможем продвинуться с достаточной скоростью, либо мы погибнем в государстве, но его не будет, значит, здесь будет Российская Федерация. Я считаю, что, я не очень допускаю, что это возможно, но если так произойдёт, то будет выбор тогда украинского народа, вот мы видим, что происходит с белорусским народом. Значит, мы скажем, что украинский народ отказался от себя, от своей государственности. Те, кто захотят, те будут жить в Киевской области, Российской Федерации, иметь доступ к контакте и к одноклассникам, ходить в тот храм, который будет уже напрямую подчиняться Московскому патриархату и так далее. Подождите, но вы же не считаете, Виталий, объективно и реально, что люди, которые сидели в контакте и ходили в храм Московского патриархата, на самом деле не патриоты Украины? Да, я думаю, что патриотизм, эта вещь совершенно такая, знаете, сложная, каждый её оценивает по-своему, я не буду сейчас говорить о том, зачем люди куда-то ходят, потому что вообще объединять контакте и церковь я вообще не хотел бы, это дикость. Это дикость, но я говорю, что это был элемент культуры и религии. Это вы объединяете, а я это не объединяю, потому что я расскажу вам о контакте. Для меня вообще интерес контакте связан исключительно с тем, что на самом деле происходило в этой сети. Я вчера беседовал с моими американскими коллегами в эфире, Дэвид Зон Ради, он меня спросил, почему Колдакте пользуется большей популярностью в Украине, чем в Facebook? Кстати, хороший вопрос. И может быть вам создать свою национальную сеть, он мне сказал, вместо ВКонтакте, я ему сказал, зачем вообще нужны национальные сети, если есть Facebook, это глобальная сеть, там все общаются, люди из разных стран, он имеет все языки общения, есть Google+, которая такая же, альтернативная сеть с такими же языками общения. Почему о популярной контакте? Но я вам скажу, почему, надо же правду говорить, потому что это файлообменник с пиратской продукцией. Именно поэтому для огромного количества людей, которые там зарегистрированы, я думаю, для подавляющего большинства людей, это никакая не социальная сеть. Это обыкновенный файлообменник, где вы можете бесплатно скачать пиратскую продукцию. Там огромное количество групп, кто-то заплатил, кто-то выложил. Я не раз сам убеждался в том, насколько это удобно, не нужно ни за что платить, ни за какую продукцию. От порнографической до самых высоких образцов искусства, которые стоят огромные деньги, и то, и другое, как говорится. И людям это нравится. Я уже не говорю о музыке, которую люди слушают, себе баушный кивух, как что они слушают в метро. Музыку, которую иначе бы наши подростки вынуждены были бы оплачивать вполне по легальной процедуре. Может быть, не очень дорого, но зачем платить недорого, если можно не платить? Поэтому, когда говорят, что это элемент общения, это не совсем правда. Да, для многих это еще площадки для продажи неконтролируемые какой-то, там черный рынок, это тоже все. То есть там масса разных функций, которых в Фейсбуке нет, потому что Фейсбук это легальная социальная сеть. Контакт появился и захватил внимание людей до того, как появился на нашем пространстве Фейсбук. По одной простой причине. Первое, это то, что Фейсбук был англоязычным, и для большинства наших пользователей тогда, когда развивался интернет, просто было невозможным пользоваться услугами англоязычного интернет-браузера, затем, потому что контакт выглядел очень продвинутым в современном состоянии с теми же одноклассниками. Одноклассники действительно социальная сеть по обмену фотографиями, по большому счету, больше ничего. И поскольку он ничего не требует от своих пользователей, то они просто давно в нем находятся, это скорее инерция, и они не понимают, как можно оттуда выйти и этих самых котиков постить в Фейсбуке. Это ужасная, конечно, катастрофа. Ужасная. Но действительно, почему об одноклассниках говорят гораздо меньше, чем о контакте? Потому что замена одноклассников на Фейсбук никаких проблем для их пользователей не составляет. Но сегодня мой котик живет в одноклассниках, завтра мой котик вместе с моим одноклассником, знакомыми, девушкой, которые пытались познакомиться, они все живут в Фейсбуке. Поэтому пользователи одноклассников нам не заметны, а пользователи контактов заметны, потому что мы тут наступаем на горло общественному интересу. И что самое важное, что эти пользователи никогда об этом не скажут. Это то же самое, что происходит с украинскими гражданами, когда они рассказывают о том, что власть должна не воровать, чиновники должны получать маленькие зарплаты, всех нужно контролировать, а мы сами не местные, поэтому мы налогов платить не будем, взятки давать будем где только возможно, решать все будем как только возможно, потому что мы и так бедные, не трогайте нас. Вот это вот то же самое. Поэтому это не элемент культуры и не элемент субкультуры, это элемент общественного цинизма. И я именно так к этому всему и отношусь. И я так скажу, для меня, например, мой профиль ВКонтакте, который я не удалил, я вам сразу скажу, что я не буду его удалять, потому что для меня профиль для перепечатывания своих текстов. Если я буду иметь техническую возможность дальше их перепечатывать для тех пользователей ВКонтакте, у меня 6 тысяч подписчиков, так немного, там 300 тысяч аудиторий в Твиттере или там более 150 подписчиков в Фейсбуке, я давно не обращался к этому. Это небольшое количество, но я этих людей просто уважаю. Если они хотят меня читать, я уважаю даже тех людей, которые на меня подписаны на каких-то меньших социальных сетях, чем ВКонтакте. У меня не так много времени, но если я смогу копировать тексты, я их буду копировать. Не смогу, не буду. Как, в обход, что ли? Я никогда не буду копировать. Буду за границей находиться, буду копировать. У меня очень простые отношения. Я считаю, что это не моя проблема, это проблема провайдера. Провайдер не должен предоставлять доступ и не должен давать возможность этим социальным сетям зарабатывать на украинской рекламе. И это вообще связано не с моим отношением к российским социальным сетям, а с моим отношением к российскому бизнесу вообще. Я считаю, что российский бизнес, уж коли мы морочим голову европейцам и американцам, и обиваем их пороги, чтобы они продлевали санкции таким образом, чтобы у них был ущерб для своей экономики, чтобы они каким-то образом содействовали краху российского политического режима, а сами позволяли Русманову здесь обогащаться, нет, так не будет. Сама, 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 как говорил выдающийся русский актер и борец за независие, за русский Крым Никита Михалков, выдающаяся украинская актриса Людмила Гурченко. Был между ними такой диалог, вот я точно так же, как в роли Михалкова, вам тоже сама говорю, сама, сама, сама. Хорошо. И то, что государство принимает сейчас все больше и больше санкций, которые ограничивают возможности российского бизнеса, я это приветствую. Что касается проблемы безопасности, проблемы безопасности действительно есть. О ней рассказывал Павел Дуров, основатель сети ВКонтакте еще в 2013 году, что российские службы специально обратились к нему с помощью выдать им все данные основателей Евромайдановской групп ВКонтакте и членов этих групп. Но он тоже покинул Дуров Россию, да? Да, он покинул Россию и отдал ВКонтакте Алишера Усманова. Алишер Усманова, это понятно, что это часть системы, но даже дело не в том, что это часть системы, Алишер Усманов даже не просто часть системы, это человек, который хочет, чтобы система не создавала ему сложностей, чтобы не был нарушителем закона. Поэтому российское законодательство сейчас изменено таким образом, за эти годы владения Алишером Усмановым ВКонтакте и одноклассниками и всеми остальными российскими сервисами, что специальные службы могут иметь к ним доступ ко всему контенту, то есть к вашим разговорам, личным данным, перемещениям, всему, без особых требований к социальной сети. Но они в прошлом году такой закон приняли, да? Да. Это важно. Я считаю, что мы должны были запретить доступ сразу же после принятия этого закона, а не ждать только время, потому что мы, по большому счету, поставили всех наших граждан, являющихся пользователем этой социальной сети под колпак Алишера Усманова, но не Алишера Усманова. Ну, конечно. А ФСБ, службы внешней разведки, всех, кому не лень, миграционные службы. Это не защита интересов собственных граждан, даже если они не понимают, в чем состоят в этом случае интересы их безопасности. Государство должно обеспечить их безопасность. Ну, и, кстати говоря, это, безусловно, только часть истории, потому что российские банки, потому что сотовая связь, которая находится под российским контролем, нужно этим людям тоже предлагать, либо перенести сюда серверы, потому что надо понимать, что все эти беседы, которые мы проводим по открытии сотовой связи, у двух операторов из трех большой тройки, но они находятся на московских серверах, все записываются, все могут любой момент расшифрованы и так далее. Понятно, что мы с вами давным-давно уже по этой открытой связи ничего не говорим, кроме как беседуем о котиках, но это безумие, что мы воюем со страной, которая имеет запись всех наших разговоров, но это просто так не должно быть, и с этим тоже надо работать. Я могу еще много вам таких примеров привести, я надеюсь, что это начало большого пути. Мы, может быть, не можем построить стену на границе с Российской Федерацией, как-то она плохо строится, и понятно, что у нас огромная граница, но мы должны строить виртуальную экономическую стену, пока Россия не освободит наши территории, пока она не выплатит репарации за оккупацию. Россияне, как физические лица, так и юридически не должны здесь зарабатывать. Вот и все. Хорошо. Договор о дружбе когда разорвем тогда, раз все так идет? Это вопрос уже не ко мне, это вопрос к парламенту. Я думаю, что это вопрос юридической оценки, тут надо разговаривать со свящими экспертами, понимать, чему это приведет, и это беседовать надо с людьми, которые реально отвечают за подобные вещи. Теперь, что касается церкви. Да, и заодно языка, это тоже важно. Это другая, да не может быть заодно, потому что это вещи совершенно разные. Да, ну это же я сразу говорю, и потом еще о языке. Конституция Украины, она предусматривает отделение церкви от государств. Конечно. Таким образом, я всегда говорил, что мы не можем искусственным путем создать здесь каноническую церковь. Но мы можем облегчить право религиозных общин на выбор своей себе конфессии, это право государства совершенно спокойно. И государство просто может решить этот вопрос в юридическом плане, в имуществом плане, безусловно, не покушаясь на права верующих исповедовать ту религию, принадлежать той конфессии, которой им хочется. Верующие не должны быть крепостными церковной институцией, даже если это оцинкованная институция, считается канонической. Потому что, в конце концов, каждый человек сам для себя определяет, хочет он принадлежать к мировому православию или хочет он принадлежать к национальной православной церкви. В этом смысле люди, которые ходят в украинскую православную церковь Киевского патриархата, которые не являются, безусловно, частью мирового православия, это да, совершенно спокойно говорить, но они не намного хуже тех людей, которые ходят в протестантские церкви, например, по всему миру, и никто не считает их безвозвратно погибшими для веры, если эти люди действительно вероцерковленные, если они искренне верят. Потому что система мирового православия – это некая иерархия, созданная, как и любая церковная иерархия, искусственным путем. Как искусственным путем создано мировое католичество во главе с Папой, как искусственным путем создан там Вселенский Патриархат и вся система мировых протестантских, православных церквей. Также искусственным путем создан мировой протестантизм. Это так исторические процессы. Если мы сейчас видим, что мировое православие не может в силу целого ряда иерархических причин стать домом для целого ряда православных церквей Европы, это касается не только Украинской православной церкви, Киевской патриархаты, это касается Македонской автокефальной православной церкви, это целая народа, целая страна, которая находится вне мирового православия. Это касается Черногорской православной церкви. Да, там есть и Сердская православная церковь, но есть люди, которые считают себя прихожанными Черногорской православной церкви, находятся вне мирового православия. Таких примеров можно привести немало. Есть греческая православная церковь Старостильников, которая имеет свои монастыри на Афоне. То есть таких примеров, опять-таки, я не буду сейчас заниматься теологическими какими-то изысканиями, которые, не думаю, что очень интересны зрителям. Но, еще раз повторюсь, люди, которые являются прихожанами этих церквей, вот еще есть церковь с давней традицией, да, Старообрядческая церковь русская, она ведь вне мирового православия, сколько столетий она находится вне мирового православия. Да, уже сложно сказать, даже сколько, не сосчитать. Вместе с своими этими удивительными книгами, в которых ноты изложены крюками. Эти люди точно менее православные, чем патриарх Кирилл, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Я не думаю так. Понимаете? И точно то же самое я вам скажу о людях, которые сегодня являются прихожанами Украинской православной церкви. Киевского патриарха, как это так получается? Когда патриарх Кириллорет был местоблюстителем московского патриаршего престола, то он был вообще главой самой большой православной церкви мира. А как сенот собрался и проголосовал, что он уже больше не монах и не глава, так он сразу стал вообще не православным. Так не бывает, дорогие мои. Точно так же, когда отлучали от русской православной церкви во времена неконьянства старообрядцев, жгли их, убивали, вешали, мучили, отрубали руки, ноги. Эти люди не переставали быть православными. В моих глазах, по крайней мере. Я не могу, это моя точка зрения, я не отношусь к православной церкви. Возможно, если бы я был внутри общины какой-то, я считал бы по-другому. Но я к этому отношусь как к человеку, думающему о публицистике, об истории. Точно так же и здесь. Но! Еще раз говорю, у государства простая задача. Она должна обеспечить верующим свободу вероисповедания. Точка. Она должна обеспечить общинам право выбора конфессии. Точка. Вот один из законов, которые я видел, он об этом и говорит. Что касается законов, которые ограничивают деятельность конфессии, которые имеют свои центры в других странах, то для меня это странный закон. Я сразу скажу. Потому что украинская православная церковь Московского патриархата так юридически выстроена, что она не имеет юридический центра в другой стране. Она находится под эмофором в патриарха. Московского она находится с ним в духовной связи, у меня всякого сомнения. Однако с юридической точки зрения это самостоятельная. То есть она церковь, которая избирает здесь свое священство, которая не пополняется священниками из других мест. Кроме как из мест, где действуют общины и приходы Украинской православной церкви Московского патриарха. Так что там с этой точки зрения все чисто. Кого они там поминают на молитве, помимо Вселенского патриарха, Московского патриарха или кого-то другого, это уже вопрос чисто, знаете, духовного характера. А вот чего нельзя сказать о католической церкви украинской? Вот, конечно. Она точно имеет внешний центр за границами Украины. И это нормально для католичества. Это всегда всеми признавалось. Поэтому еще раз говорю, все эти законы надо внимательно читать и анализировать с точки зрения понимания их авторами того, как церковь вообще, что церковь не государство и не мясомолочный комбинат. Но это вопрос профессионализма депутатов, а не их патриотизма, я хотел бы сказать. Вот и все, что я вам хотел сказать. Теперь, что касается языка. Что касается языка, я вам уже все только что подробно рассказывал. Да, рассказывали. Но все-таки я хочу напомнить, перед тем, как вы будете говорить, что язык всегда в Украине использовался разными политиками, непорядочными политиками, как средство для того, чтобы носить раздор. И вы прекрасно знаете, как это было легко использовалось. Я считаю, что как средство раздора использовался русский язык, а не украинский. Украинский язык никогда не был средством раздора, потому что все общество всегда акцептировало факт того, что это государственный язык. Абсолютно. Что его функции надо восстанавливать, что не может быть дискриминацией граждан по языковому принципу с точки зрения, что одним гражданам будут предоставляться возможности изучения украинского языка, а другим нет. Я всегда говорил, и повторюсь еще раз, что я решительный сторонник отмены этого идиотского закона Вадика Колесниченко и там еще был второй автор, Кивалов, кажется, его фамилия. Только Колесниченко. Да, Колесниченко Кивалов он называется. Не потому, что я считаю, что этот закон подрывает права украинского языка, а потому что я считаю, что он загоняет жителей Востока Украины в резервацию. Потому что он, с одной стороны, не подает им возможность не изучать украинский язык, там, где русский язык обделен регионально, не вести делопроизводство на украинском языке и так далее. Там целый ряд пунктов, да? А с другой стороны, вся жизнь государства проходит именно на украинском, а не на русском языке. И таким образом, по сравнению с их сверстниками, в тех регионах, где нет этого понятия регионального языка, молодежь Донецкой, допустим, Луганской области, где он был принят в качестве регионального, не помню уже, областей оказывается в роли, в которой в свое время оказались жители Квебека. Ну ладно, что там они изучают, на украинской мове размовляют, навчаются украинской мовой. Там, где этот региональный язык введен, там этого всего можно не делать, если ты не хочешь. Можно ядь спокойно, от украинского языка уйти. Я еще раз вам напоминаю. Про Квебек расскажу. Про Квебек расскажу. Когда Квебек был продан Англии, Франции, то из этого Квебека уехала вся знать. Практически. Французская. Учителя, врачи, священники. Осталось там одно простое население, которое говорило по-французски, которое не получало нормального больше образования на языке страны, в котором оно жило. Это язык преобладающим был английский язык, разумеется. И это население на очень долгий период, оно маргинализовалось. Французский язык в Канаде долгое время был языком маргинальным. Французы были, французское язычное население, это были рабочие, это были люди, так сказать, вот каких-то таких вот профессий. Для того, чтобы ты перешел в другой класс, ты должен был знать английский язык хорошо, принадлежать к англоязычному населению. Но французский язык ты мог в школе учить, все эти возможности тебе предоставлялись. Только ты не мог двигаться дальше, потому что дальше на этом французском языке ничего не происходило в Канаде. Понятно, что в последние там столетия эта ситуация стала меняться, вплоть до того, что Квебек стал одним из центров французской культуры и даже французского сепаратизма, если хотите. Но вот все предыдущие столетия, вот я читал книги, например, авторов, которые жили в Квебеке в предыдущие времена, и вот для них совершенно было, если слышен французский язык, то это рабочие парни идут. А вот кто это по-английски разговаривает? Адвокаты разговаривают, врачи, юристы. Ты мог, конечно, из этих вот французского языка выбиться вверх путем отказа от своего собственного языка. Вот это примерно то же самое, что должно было происходить с жителями Востока Украины. Все эти региональные мерзавцы хотели их загнать в гетто. Сами при этом, вот как Вадик Колесниченко, он же был автором этого закона, абсолютно украиномовный. Он всегда приходил до меня на эфир и запросил, скажи, пожалуйста, а этот эфир будет на Крыме или не будет? Если я сказал, будет, ну давайте разговаривать с вами, Виталий, о серьезных проблемах. Если не будет на Крыме, ну давайте, пану Виталию, поговорим сейчас про то, что происходит в Краине. Так, то есть он свою карьеру не связывал с тем, что он не знает государственного языка. Он знал, он хотел, чтобы не знали другие, которыми он мог абсолютно безнаказанно манипулировать. Вот и вся история с законом Кивалова-Колесниченко. Цинизм высшей пробы. А я хочу, чтобы все граждане Украины, живущие в историческом ареале распространения украинского языка, он больше, конечно, нам нужно будет еще прилагать когда-нибудь усилия, чтобы возвратить этот язык жителям тех территорий Российской Федерации, которые сегодня находятся, по сути, в ареале распространения чужого для себя языка. Вы, как Олег Игоревич, уже предлагаете Кубань забрать? Я не предлагаю ничего забрать. Я хочу вернуть украинский язык в школы Кубани. Там, где он был до голодомора, устроенного советской властью против украинцев Украины и Кубани. А тени страшные Украины-Кубани. Это не моя цитата, да? Это Осип Мандельштам, между прочим. Понятно? Где это было, да? Это же не я придумал это. Нет, нет. И это не экспертиза, это поэт Украины, запятая Кубани. Своего не могут открыть лица. По-моему, как-то так. Я не буду сейчас точно цитировать, потому что я до конца не помню эти строки. Но я запомнил, они мне впечатались в память, что это были тени не просто Украины. Вот после этого украинский язык из Кубани ушел. Он ушел из Воронещины, где люди мне пишут на украинском языке, о котором мне разговаривают у себя дома в оставшихся украинских селах. Он ушел с Курщины. Понимаете, он ушел из Таганрога, где на его первые звуки слышал в своей жизни будущий выдающийся украинский писатель и филитонист Антон Павлович Чехов, называвший себя неслучайно поэтом украинцем. Всего этого больше нет. Но почему это не может опять начать происходить, если люди осознают себя не теми, кем они объявлены властью чужой, московской, а тем, кем они являются на самом деле? Ну а для того, чтобы такие, я бы сказал, задачи амбициозные, но важные для этих людей перед собой ставить, нам нужно сначала, чтобы на украинском языке заговорила Украина вся, от Ужгорода до Краснодона бывшего, от Львова до Луганска, от Мукачево до Мариуполя. И это нужно, с этим нужно работать. Язык не внедряется, как картошка. Язык – это образование на этом языке, это средства массовой информации на этом языке, это книги на этом языке, это образование на этом языке, это курс мировой литературы на этом языке. Чтобы наши дети на украинском языке читали Байрона, Пушкина, Толстого, Достоевского, Мицкевича, Бальзака, прекрасно. Книжный арсенал в этом году был просто. Ну, книжный арсенал, да, но я вам говорю, прежде всего о школьной программе. Ну, Виталий, и все-таки вы, как человек, который работал журналистами, не только в Украине работаете, но и в России, давайте все-таки немножко поговорим о другом аспекте всех этих вещей, потому что запреты и свободы. Я расскажу вам о России, я работал журналистом в России. В России мы с большим трудом, фактически собственными руками, но не я лично этим занимался, и этим занимались мои друзья, активисты Украинского молодежного клуба. Занимался Юра Кононенко, который сейчас работает в Киеве, в Министерстве образования. Создали книжку по книжке, зернышко по зернышку, библиотеку украинской литературы. Это вот директора, который сейчас... Последнего директора, которая была направлена на борьбу с украинским национализмом и изгнала оттуда всю украинскую команду, вот ее сейчас судят. Просто потому, что она была директором библиотеки украинской литературы. Да не потому, что она была украинской националисткой. Это была обычная русская женщина, посланная туда управлением библиотечного дела, не знаю, как он называется, города Москвы. А сама библиотека разгромлена, ее фонды передаются сейчас в библиотеки иностранной литературы. Заметьте, иностранной литературы имени Рудамина. Я думаю, что там же и сгниют спокойно, потому что понятно, что библиотеки украинской литературы, а это вторая попытка украинцев Москвы и России создать такую библиотеку. Первая была разгромлена в сталинские годы, вторая в путинские. Это что касается того, что я работал в России. В России нет ни одной украинской школы, хотя много украинцев, много украинских детей. И не было? Большим трудом и не было. Все попытки, вот сейчас есть там воскресная украинская школа, которая когда-то была создана украинскими активистами, и она его существует как такой факультативно. Вы понимаете, что в Москве украинцы, украинцы в Москве, в России вообще меньше, чем русских в Украине, этнических русских, конечно, но их там все равно очень много, их там сотни тысяч. Никакой возможности образования на украинском языке не существует. Самоотношение к русскому языку, к украинскому языку, к украинской культуре, к украинским медиа, к украинской истории, там государственно пренебрежительное. От президента, который говорит, что украинцев никогда не существовало, до простых обывателей, которые считают, что этим хохлам вообще не научиться говорить на правильном языке. Так что я работал в России, я вынес оттуда опыт имперского презрения к чужому, который я абсолютно не хочу, чтобы мы наследовали. Точно так же, как я повторюсь, я хочу, чтобы украинцы России могли получать образование на родном языке. Безусловно, понятно, изучая русский язык, потому что в России на русском языке все происходит, чтобы они просто имели доступ к родному языку. Точно так же, я хочу, чтобы русские Украины, этнические русские, имели возможность изучать русский язык в школах, но чтобы их образование тоже давало им возможность не оказываться запертыми в языковом гетто, потому что все в этой стране будет на украинском языке, а не на каком-то другом. Это касается каждой этнической группы из тех, кто составляет украинскую политическую нацию, и венгрови, и румын, сохраняя и ромов, и поляков, сохраняя свой родной язык в образовании и в доступе к медиа, необходимо, чтобы эти люди получали полноценное образование на государственном месте, чтобы они могли двигаться дальше, те, кто захочет высшего образования во всех своих желаниях, так сказать, развиваться в стране, гражданами которой они являются, а Россия это касается в полной мере. Точно так же, как я хочу, чтобы учащиеся украинских школ могли читать на родном для себя языке Пушкина, Толстого, Достоевского и Блока, я послав тебе черну троянду в бокале голубого, как небо, ай. Очень красиво. Так я очень хочу, чтобы в русскоязычных школах на уроках мировой литературы, точно так же, как изучают, допустим, писатели таких, как Гёте или Байрон, изучали в переводе на русский Шевченко, Лосю, Украинку, Багрянова. Виталий, я сейчас сформулирую вопрос, который тоже попросили вам адресовать. Не считаете ли вы наступление в той или иной степени на права людей, для которых русский язык важен? Они украинцы, они любят эту страну, для них очень важна Украина, но вот такое резкое наступление, скажем, там, социальные сети, потом вот эти принятия закона, на самом деле ничего тут нет страшного, что вы сейчас говорите. Вы сейчас аргументировали, это все понятно. Но так как это выглядит, это не всегда достаточно коммуникации. Я бы разделял бы языковые права и российские социальные сети. Российские социальные сети, как и Фейсбук, имеют украинский браузер, вы можете иметь ВКонтакте на украинском языке, Mail.ru тоже, Яндекс тоже на Украине, поэтому это вообще не про язык история. Извините, я вообще не про язык. Ну не про язык, это про доступ к ресурсам чужого государства. Хорошо, не считаете ли вы? То есть с языком это никак не связано. Хорошо, вынесем язык. Не кажется ли вам, что такое резкое с их точки зрения, с многих их точки зрения наступление на их права может справиться? Эти люди должны тогда посмотреть на себя. Почему они должны? Стоп, вот смотрите. Тогда эти люди, которые пользовались контактом, их миллионы, должны сказать, вы, сидящие Людмила и вы Виталий, должны посмотреть на себя. Да, мы смотрим на себя. И они будут правы. Да. То есть понимаете, да? Я готов отказаться от... Не кажется ли вам наступление на их права? ...от того, чем я пользуюсь, если речь идет о безопасности моего государства. Давайте скажем, я считаю, что я должен платить государству налоги, я должен выполнять решения, которые связаны с его национальной безопасностью, я должен содействовать тем реформам, которые помогут нашим врачам честно и достойно зарабатывать, а не брать деньги в конвертах. Нашим преподавателям не защищать фальшивые дипломы за деньги и брать деньги за экзамены у своих студентов, плодить неучи, которые рано или поздно меня или вас зарежут на операционном столе. Так, не будем об этом. Ну, это правда. Понимаете, все эти люди, которые великие родители, они за все права, они потом уезжают оперироваться в Швейцарии или в Великобританию, или в Израиле. Родители все, а мы с вами здесь остаемся объяснять нашим гражданам, почему это так. Коммуницировать. Коммуницировать, да, ну, совершенно верно. Знаем мы все эти фокусы и все эти разговоры. Операцию я провести могу, но уход обеспечить не могу, да, вам придется платить, когда этим нянечкам, ну и то, и принесите лекарства, принесите продукты, потому что не знаете все, не знаете, какая у нас медицина. Ну, то есть, это, но это же ненормально, вот поэтому я всегда сторонник этого реформирования, этих отраслей вообще нашей жизни, потому что без этого ничего не двинется. Вот, что касается, так что, опять-таки, я разделяю историю с социальными сетями, историю с языком вообще, не понимаю вообще, о чем я говорю, по языку никакого наступления на какие права нет. 75% украиноязычной продукции, это по большому счету всего лишь квоты, которые государство устанавливает для телевизионных каналов, получающих лицензию этого самого государства. У этого государства государственный язык украинский, эти люди никогда с этим не спорили. Если они с этим спорят, они должны сказать, вы знаете, у нас должно быть два государственных языка, как в Белоруссии, на украинском языке пусть гарпына разговаривает, которая меня убирает, а я тут буду свои вазы на русском протирать, потому что она иначе их разобьет, она же не может хрусталь в руки брать, они же у меня ручки такие вот специальные для дорогих вещей. Ну пусть они сами себе это скажут, тогда борются за русский государственный язык, а вскоре они согласны, что они живут в государстве. Где украинский язык государственный, то понятно, что этот язык будет языком медиа, это так и бывает с государственным языком. Будет языком образования, будет языком популярной музыки, будет языком книг, языком основной части рано или поздно медиа сообщества. Это происходит не быстро, это происходит очень медленно, потому что я не считаю, что должны быть 75% квот, я считаю, что должно быть стопроцентное Украиноязычное вещание при предоставлении языковых возможностей национальным меньшинствам, в том числе и русским. Ну вот мне кажется, я задала все ваши вопросы, как обещала Виталию Портникову, а сейчас пару слов о, конечно, мировых лидерах, без этого никак. Это кто мировой лидер у нас сейчас? Ну как это вы, давайте начнем с самого вот, что называется, с Доналда Трампа, все же вот только и пишут, что вот еще просто 5 там месяцев или 5 шагов и уже импичмент, вот вы как ко всему? Я не думаю, что 5 шагов это импичмент, но для меня совершенно очевидно, что администрация погрязла в этом скандале со своими связями, с возможными связями представителей избирательного штаба Трампа с Россией, каждый новый шаг, он ее... То есть еще больше выходил? Да, это правда, заводит все больше и больше болото. Я говорил в этом эфире, но я могу это повторить еще раз, что очень трудно научиться искусству политического управления в 70 лет. Да в любом возрасте трудно научиться, если у тебя нет таланта к политической деятельности. Это хорошо или плохо? Вот на всякий случай. Для кого? Ведь же за Трампа голосовали, потому что он несистемный политик. Ну за Макрона он несистемный политик, то есть время несистемных политиков. Ну я думаю, что Макрон все-таки политик. Ну ладно. Он человек, который занимался всегда политикой, был министром. Ну сколько он побыл министром? Ну тем не менее. Это политическая деятельность. Вот. Но посмотрим опять-таки, насколько Макрон все-таки гораздо моложе. Начинается вот эта дискриминация по возрасту. Нет, за дискриминацией мне кажется, что вообще, ну слушайте, мне трудно, например, вот сейчас, если я вам скажу, что вы знаете, мне трудно научиться сейчас водить, я не знаю, самолет. Я вам не поверю. Ну мне так кажется. Я думаю, что в 18 лет я бы проще этому научился. Я бы вас верю, Виталий. Я думаю, что если бы сейчас у вас получилось. Я в Дональде Трампа тоже верю. Но я думаю, что политика это все-таки талант. Вот я считаю, что этого таланта у Дональда Трампа отсутствует начисто. Он не политический деятель. Ну это надо просто себе правду сказать. Уже достаточно времени прошло, чтобы это сказать. Ну так это хорошо или плохо? Плохо для него, плохо для Соединенных Штатов, плохо для мира, плохо. Потому что политика это искусство. Понимаете? Но если ты решил, что ты будешь живописцем и должен нарисовать картины, и тебя избрали придворным живописцем, а рисовать ты не умеешь. Ну нарисовал ты одну картину. Но это же история про платье голого короля. Ее изложил Ханс Кристиан Андерсон. Мы ровно ее переживаем сейчас. Нет, подожди. А новые лица в политике? Что это такое выразить? Какая начинается? Политика это искусство. Новые лица в политике? Новые лица в политике должны происходить из самого политического класса. О, это уже другая. То есть людей, которые понимают, что такое искусство управления. Они могут быть менее, более талантливыми, но они в этом ориентируются. Президент Трамп в этом не ориентируется. Я думаю, что вот то, что, допустим, произошло вчера… Вот вы сейчас конкретно о чем? Ну, о том, что вот он объяснял израильтянам, что он когда рассказывал Сергею Лаврову, неизвестно зачем, ту информацию, которую перевела израильская разведка, что он слово «Израиль» не произнес. Но я и не сомневаюсь, что он слово израиль не произнес. Его и никто не упрекает, что он произнес слово «Израиль». Его упрекают в том, что он выдал Сергею Лаврову просто так, ради красного словца, секретную информацию, которая поставила под 움직 поэтому безопасность агента Израиля в рядах исламского государства. Ну, естественно, не сказал Сергею Лаврову, я тебе сейчас расскажу, что мне израильтяне тут сообщили, вот смотри, вот письмо от Нетаньяхова, вот письмо от Моссад, конечно, он этого всего не делал. Но то, что он не понимает, то, что он сказал вчера журналистам, он же специально им это сказал, он не давал пресс-конференцию, он просто сказал, вы знаете, я слово «Израиль» не проведу, чтобы снять вопросы, просто говорит о том, что он не очень понимает, где находится, и в чем смысл его ошибки. И так с огромным количеством вещей. Я думаю, что отставка директора ФБР, она во многом была связана с желанием уменьшить возможный вред от расследования, которое ФБР проводит по отделу возможной причастности сотрудников Трампа к связям с Россией. В результате получилось назначение специального прокурора. Каждый следующий шаг, это очень, кстати, похоже на те ошибки, которые в свое время совершил Ричард Никсон, будучи очень опытным политиком, но он их совершил, извините меня, на втором сроке своего пребывания у власти. Начинается. То есть, оказывается, опыт – это тоже не залог. Иногда политик теряет связь с реальностью на определенной вершине, что произошло с Ричардом Никсоном, безусловно. Но он перед этим успешно руководил страной многие годы. Это не происходит сразу, понимаете? Потеря связи с реальностью не может происходить в день, когда человек оказывается в овальном кабинете. В Украине иногда получается. Но не в овальном кабинете. В Украине получается, потому что у нас тоже очень условные политики руководят страной, как правило. Согласитесь, что Виктор Иванович был кем угодно, только не политическим деятелем. У него были совершенно другие, я бы сказал, инстинкты. Вот. Ну и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно, оно… Понимаете? Вот так вы думаете, вот процитирую Женю Магду, недавно Евгений Магда был у нас, он сказал, говорит, что даже если Хиллари бы выиграла, она бы тоже была бы… Против нее была бы та же самая волна, ее бы обвиняли плюс-минус в том же самом, что она тоже вот связана с россиянами. Это интересно. Вот я впервые от него услышала. Я так не думаю. Но я думаю, что она бы вела себя иначе. Расследование было бы прозрачным, диалог был бы постоянным, не было бы отрицания фактов, которые очевидны для всех, она бы не загоняла себя в угол, в котором сейчас находится. Да. Она бы понимала, как… Мы сейчас вообще обсуждаем не Клинтон, она не президент США, мы обсуждаем действующего президента и обсуждаем все трудности, которые у него реально есть. И еще одна очень большая трудность, которая для меня является основополагающей – это то, что реальные планы подменяются разговорами. Вот сейчас вот сказано, что ближневосточный конфликт решится за 16 месяцев. А вдруг? Ну не бывает такое «вдруг», понимаете, а вдруг дважды два – пять, а трижды три – сорок четыре. Нет, ну подождите, помните, говорили, что Трамп никогда не договорился с Китаем, поссорится с ним насмерть. Ну тем не менее… Ну пока что не договорился ни о чем с Китаем. Ну и не поссорились. Тоже неплохо. Ну подождите, еще не вечер, как говорится. Вот. Мы пока что еще не знаем, как будет решаться северокорейский кризис. Он еще в разгаре. Мы находимся в разгаре ближневосточного кризиса. Он усиливается. Нынешнее турне президента Трампа усиливает этот кризис, а не уменьшает его. Вы считаете усиленным? Безусловно. А почему вам так кажется? Потому что достаточно жесткое отношение к Ирану и готовность содействовать вооружению Саудовской Аравии. Серьезному вооружению. Которое уже доказало свою готовность воевать с Ираном. Всюду, где между этими двумя государствами шиитской, я бы сказал автократией и суннитской автократией, пролегает вот такая вот зона интересов, это провоцирование новой большой войны. Я считаю, что американская администрация здравомыслящая должна была бы сдерживать оба государства, проводя диалог с каждым из них. В принципе, Обама этим и занимался, плюс-минус. Обама этим и занимался, но это наследие Обамы сегодня разрушено. И мы теперь находимся на границе возможного конфликта. Кроме того, мы не знаем еще одной вещи. А если Саудовская Аравия вдруг победит Иран? Вот победила она Иран. Представим себе. Не захочет ли она после этого победить Израиль? И где в этой ситуации окажутся Соединенные Штаты? Ого, это у вас такие далеко идущие? Я просто считаю, что с такими вооружениями, которые президент Трамп дает Саудовской Аравии, можно думать уже не только о победе над Ираном. Нужно куда большие планы строить. Мы прекрасно понимаем, что Израиль сегодня это ситуативный союзник Суницкого мира в его борьбе с шиитским. И остается только надеяться, что Суницкий мир никогда не победит с шиитским. И что в самом Суницком мире есть всегда борьба за лидерство между Саудовской Аравией и Турцией, например. Но представим себе, что победа одержана. Кто оказывается главным врагом этого восторжествовавшего Суницкого мира? Еврейское государство. И Соединенные Штаты, конечно. Потому что это ситуативные союзники. Поэтому в интересах и Соединенных Штатов и Израиля это баланс интересов и сил. Если они не хотят вообще участвовать в новой большой войне с неизвестным окончанием. И уж точно не перевооружение тех стран, которые готовы к схватке друг с другом. Я вообще считаю, что победа президента Хасана Рухани на президентских выборах в Иране – это обнадеживающий сигнал. Я не знаю, конечно, кто станет новым духовным лидером Ирана. Я понимаю, что Иран очень далеко до, скажем так, до выздоровления. Но, тем не менее, видно, что большинство его жителей все-таки хотят спокойной, нормальной, мирной жизни, а не усиления радикализма. Что это уже, знаете, авторитаризм такой, как в Советском Союзе был в 70-80-е годы. То есть постсталинизм. Ну да, такой мягкий авторитаризм. Значит, с этим авторитаризмом разговаривали западные лидеры более охотно, чем со Сталиным и с Брежневым более охотно, чем с Хрущевым. Не скажу, что это привело к очевидным результатам. По крайней мере, Советский Союз хоть исчез. Точно так же, я считаю, что и с президентом Рухани надо разговаривать другим тонусом, а с президентом Ахмадин Инджаном. А вот интересно, на выборах Штаты и Россия, они играли с каким-то из кандидатов? Поддерживали кого-то? Ну пусть негласно или нет? Я не думаю, что в Иране это возможно. Это закрытая политическая система. Вы знаете, что там кандидат на постпрезидента утверждается корпусом стражи Исламской революции. Ну то есть, тем не менее, Россия там не играла. Там невозможно вмешаться. Это не та страна. Вы могли вмешаться в выборы, скажем так, генеральной секретарской АКПСС? Я? Ну я говорю не вы, а государство какое-либо. В это невозможно было вмешаться, правда? Это была совершенно автономная система от всего остального внешнего мира. Точно так же невозможно вмешаться в выборы, например, руководителей Северной Кореи. Ну это да. Ну вот это Иран, точно такое же государство. Там нельзя вмешаться? Интересно. Ну ладно, еще один важный вопрос, не могу его не задать. Ну вот выборы. Начинается избирательная кампания для Путина. И вот с разными, я говорила, людьми, экспертами, дипломатами. И вот два, ну на вскидку, если так систематизировать, два варианта. Первое, он идет как человек, который начинает мириться с Западом и становится их партнером, ну выкинем там за скобки стратегическим. Каким-то партнером, который решает какие-то глобальные задачи в глобальном мире. Да? Или, с другой стороны, он идет по старому принципу, где весь Запад враг, и так далее, Украина враг, и так далее. И тут для Украины два сценария, вот по большому счету развития событий. Как мне представляется? Как вам представляется? Мне на самом деле интересно. И вот я так понимаю, вот один из российских политических обозревателей сказал мне, ну к либеральному тусовке, сказал, что Путин ждет сигнала от Запада, что начинается их партнерство, чтобы начать свою избирательную кампанию. Не будет ни того, ни другого. Потому что нечего предложить сторонам. Вот Путин и Трамп могут встретиться, но что может Путин предложить Трамп? Для того, чтобы вернуться. Ну нет у него возможности. Причем тут он? Это не он предлагает Китай, это Китай предлагает его. Это хорошо. Ну что еще? Не его зона влияния. Точно не его зона влияния. У него ничего не в этого нет. Так что Путин уже ни на что не влияет? Ему нечем торговаться? Ну конечно, ему в этом смысле нечем торговаться. Нет, он может уйти из Сирии, условно говоря. Ну и что он из этого получит? Крах режима Асада, никогда не сможет объяснить, чего он туда влезал. И на Иран он не влияет. Иран его использует, а не вон Иран в основном. Потому что в Иране достаточно, гораздо более, я бы сказал, жесткий стимитированный режим, чем в России. Китай – это экономический гигант по сравнению с экономическим карликом. Ну о чем вы говорите? А Украина, он может уйти из Крыма? Не может. Из Крыма нет, наверное, да. Не может. На Донбассе, ну, может, конечно, остановить войну. Ну и дальше, чтобы он прекрасно понимать, что как только он уйдет из Донбасса, сразу возникнут все остальные вопросы. Например? Ну, Крым тоже. И любая демонстрация слабости скажет, ну хорошо, давайте восстанавливать международное право господина Путину. Это не обмен чего-то на что-то. Это кто первый моргнет, как говорится. Он не моргнет. Западу ему будет что-то, конечно, говорить, вот мы отменив санкции, если вы сделаете то-то и то-то. Вот, допустим, начните выполнять Минские соглашения. К тому же, вы не забывайте, что на Западе сейчас начинается глобальное партнерство за лидерство, как вы заметили, наверное. Это хорошо, да. Есть Крам и есть Макрон. Это хорошо, да. Ну ладно. Ну какое-то что, Франция будет конкурировать? Вне всякого сомнения. А, это очень интересно. Первое обращение Макрона… Интересно. Кто-то из разных комментариев сказал, что все думают, что у Макрона амбиции Деголь, а у него амбиции Наполеона. Я в этом тоже уверен. Да ладно. Первое обращение Деголя, которое Макрона сделал после выборов, было на английском языке, как вы слышали, и было обращено к американским айтишникам и специалистам по экологии и по мировому потеплению, чтобы они переезжали во Францию, чтобы Франция готова им предоставить рабочие места и все остальное. Да пусть это еще выборы, пока выиграет там в парламент, ну Макрон, чтобы какую-то поддержку иметь. Это президентская республика, там не так это важно. Выиграет он выборы в парламент или нет, вокруг президента будет создана коалиция, так или иначе. Правительство будет вынуждено учитывать его волю. Франция жила в ситуации сожительства и при президенте Франсуа Миттарани и президенте Жака Шарака. Жак и Шараки это не были тогда слабые президенты. И Макрон не будет. И если даже его движение получит достаточно глазурное формирование коалиции с одной из политических партий, то эта партия пойдет в эту коалицию. Уверяю вас. Правые ли это будут или левые или либераты. Это интересно. У Макрона есть достаточно амбициозный план реформирования Европейского союза, которым предлагает Германия. И я совершенно уверен, что после парламентского выбора в Германии этот план будет запущен. А Меркель вы уже что, списали? Нет, конечно. А она где будет во всей этой битве между лидерами? Она будет тем, кем она была все время. Она будет стабилизатором. Она является крупнейшим стабилизатором международной политики. Как-то вы ее понизили. Я думаю, что Германия на мировой лидер. Потому что Германия не просто мировой лидер. Германия, еще раз повторяю, это последнее государство, которому удалось уйти от популистской опасности, от непредсказуемости. В Германии между собой сражаются традиционные политические силы. Поэтому Меркель выиграет? Меркель, скорее всего, поэтому и выиграет. Но если бы представить себе, что выиграл бы Мартин Шульц, даже никакой трагедии бы не произошло. Вот в чем дело. Я тоже был бы сильный канцлер со своей позиции такой же, проевропейской, реформаторской. Заметьте, что когда были выборы во Франции, все следили, ой, не дай бог Липе. Когда были выборы в Голландии, все говорили, боже мой, может выиграть Герт Вилдерс. Так всюду в Европе происходит. Вот в Австрии были президентские выборы. Да, боже мой, вот этот вот Норбет Хольфер. И таких примеров много. И все говорят, ой, ну пусть, мы не знаем, кто такой Макрон, но пусть он будет президентом Франции. Этот пожилой человек, лидер партии зеленых Ван дер Беллен, который уже давно ушел из политики, он ушел из политики, но пусть он будет президентом Австрии. Только бы не эти. Вот в Германии так нет. В Германии между собой борются солидные политические силы. Каждая со своей программой, каждый со своим серьезным отношением к европейскому выбору, к экономике, к финансам. И вопрос состоит о составе коалиции, о том, кто будет канцем. Это еще политика, скажем так, здорового человека. Странно, что это именно в Германии сохранилось так. Почему странно? Потому что у немцев есть огромный опыт побед популистов до Второй мировой войны, но я думаю, что они сделали вывод очень важный из этого всего. Из того политического безумия, в котором они жили в 20-е, и в особенности, извините меня, в 30-е годы. В 20-е века. Германия не отдаст Франции первенство. Не отдаст Лидии. Я не думаю, что это будет вопрос отдачи. Я думаю, что это будет вопрос взаимного обмена. Потому что, насколько я помню план президента Макрона, он подразумевает очень серьезную роль Германии, ведущую экономическую роль Германии в реформировании Европейского союза. Тут президент Макрон является абсолютно реалистичной политикой. А вы помните его предвыборную фразу, где он сказал, если Брюссель не поменяется, то следующим будет Фрексит? А это что такое было? Что он будет менять Брюссель? Смелое заявление. Конечно. Я не сомневаюсь, что это будет. Вы верите в Макрона? Я верю в объединенные усилия Германии и Франции. Я считаю, что они являются локомотивом Европейского союза. Я считаю, что экономические последствия Брексита не заставят себя ждать в ближайшие годы. Британия потеряет? Я считаю, что британские политики утратили чувство реальности и что их избиратели за это поплатятся, даже если они сейчас предоставят все возможности на внеочередных парламентских выборов. Ну и последний совершенно вопрос. Так хорошо говорили о внешней политике. Прогноз в Украине выборы-то будут в ближайшее время или нет? Выборы кого или чего? Всего? И парламента, и президента? Чего не будет? Нет, не будет. Вообще ничего не будет. Осенью? Осенью? Я думаю, что осенью не будет выборов, но я думаю, что я смогу предсказать им очередной кризис власти. Да? Осенью? Снова? Конечно, да. Это такая у нас такая традиция. А чем же он опять? Подождите, если кризис власти, чем разрешится? Просто поговорят и снова продолжится все. Я сторонник переформатирования власти такого, которая бы обеспечила баланс интересов во власти и исключила бы ее узурпацию какой бы то ни было политической силой или фигурой. Это звучит хорошо. Имели ли вы в виду присоединение партии Олега Лишка в коалицию или нет? Ну, я-то не слушаю. Это все так как-то очень… Простите, ну я же не могла просто не… Ну все писали об этом. Я не знаю, я не читаю такие какие-то вещи. Вы, наверное, читаете, что я не читаю. Я много читаю. Я живу в мире, где не читаю, так сказать, новостей, чтобы не волноваться и спокойно, так сказать, себя чувствовать. Нет. Я вам говорю о том, что может произойти в целом, как процесс. Какие там партии будут участвовать, это мне большое значение не имеет. Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо. Виталий Портников. Больше сказать нечего. Спасибо большое. Спасибо.